Доброе утро! Смотрите, какие у меня цветочки красивые. Мне так нравится эта травка. На улице сегодня тепло. Тут, наверное, плохо видно. О, как на улице. У нас сегодня 21 днём обещают, но пока после дождя. Ну, говори своим привет. Говори. Обнимашечки, подписчики, привет. Привет. Что ты хочешь? Давай, давай. Вот так вот. Обнимает, обнимает. Что там фиги только не показывает? Показал, что ли фига был? Да, ладно. Это будем считать, чтобы их не сглазили. Или тебя не сглазили. Собаки прибежали наши. У меня ещё одна постель застелена. Здесь уже манеж организован. Сейчас будем завтракать. Игрушки на подоконнике. Настя оставила мне сегодня сюрприз свою постель. Вот, буду убирать. Говорит, мам, я не успеваю. Да? Привет. Привет, привет. Что? Да, Настя наша была, ушла? Будем сейчас застелать за Настей постель. Да? О, сегодня пятница. Сегодня пятница. Последний день рабочий. Да, чтобы будут выходные. Как заборова, да? Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да. Надо водичку налить. Вчера шоколадку в ванне угостили. Это за помощь там на работе дали. Дети ели. Вчера же я помыла окошко. Вот. Хоть свет белый видно. Этими волшебными штряпочками. У меня штряпочки эти волшебные. Умные. Как девочка, тут умные тряпки. Было и мёдло. Здесь стоит ещё сетка плохо видна. С утра пьём воду. Пьём воду. Пьём-пьём воду. О, хочу одну штуку придумать, чтобы я дальше была видна. Прикол. Смотрите, что я придумала. Как будто бы моя камера не свалилась. Боже, короче, я на себя смотрю и понимаю, что мне так надо худеть. Если бы я не узнаю, я устарею. Поправилась. После родов. Я во время родов, представьте, я была 60 кг перед родами Семёна. Поправилась до 80 кг, 20 кг. При этом, при всём, перед брошенными родами я была 48 кг. И я, когда поправилась, до 75 кг. Вот я смогла сбросить до 52 кг. Потом я сделала уколы в вену. Мне надо было делать операцию на ноги, на варикоз. И в итоге я поправилась за неделю. На 4 кг. Потом сразу же ещё на 4 кг. Вот, и получилось, что я 60 кг. Как я не сбросила, сейчас получается тоже. Всё-таки с годами обменка уже не та. Поэтому очень сложно это делать уже. О, если вот в вазу ставить, например, вот так, то я хорошо могу сниматься. Мне надо эти, короче, рога купить. Ой, да, тебя поснимать. Конечно, как же без него? Конечно, боже. Ты с детства, он приучится, что его снимают. Да, вот он огнемушкин. У меня же с утра без подгузника. Сегодня, как край, нужно купить подгузник. У меня сегодня 2 подгузника есть. Представляете, вчера мы не заскочили с Настей, всё спешили просто разобрать в сад. Ага, сада. И в итоге мы не купили подгузники. Да? А, это вчерашний день. Вы увидите у меня завтра. У меня немножко на день отстаёт. Потому что я тоже накопила столько видео. Получается, не успела обработать. Вот и всё. Этот день завтра. Да. А этот день, сегодняшний, что я снимаю, вы увидите послезавтра. Вот. Вот. Ладно, надо в постель ещё прибрать. Боже, столько игрушек валяется. Сколько всего. Вы знаете, ловлю себя на мысли постоянно по утрам, что я не хочу ещё кушать. Вот. Пью воду и не хочу. Я ужинаю я неплохо. Я вообще... Я не понимаю, не поздно. Я, во сколько, наверное, в 5, наверное, или около 6 кушаю, да? И неплотно. Блин, я ещё поспорю, что я вчера кушаю на ужин. Короче, я утром не хочу есть. Я, наверное, сегодня вообще не буду есть, пока у меня не появится чувство голода. Чувство голода я что-то в последнее время вообще не ощущаю. Почему? Не знаю. Вот. Такое какое-то странное. У меня нет чувства голода. Вообще нет. Сёма, у тебя такое... У тебя чувство голода есть. Я знаю. Ты тогда так цицу кушаешь. Плачешь и цицу кушаешь хорошо. Что? Мама сказала, пойду лучше пока посмотрю влоги. С утра попью водички. Застелю постель. Сёмика погуляет. Вот я пылесошу. У меня 7 дел. Сюда мойку разбираю. И никак. Кстати, постели застелила. Я тут всё в кучу делала. Вон, уже пришла спать. Видите? Ну, Барбара у нас лазит на диван, а Соня не лазит. А Барбара, она... У неё чуть выше рост, поэтому она залазит. А Соня нет. Она линяет, у неё больше шерсть немножко, чем у Соня. Ну, вот. Кстати, кто определил, какая порода у собак? Они же не дворняги. Знаете, чем занялась? Через сито орехи просеиваю. Взяла орехи, я вам сейчас покажу. Через сито с этих орехов просеиваю соль. Була и фак от меня, правда. А что же они солёные только продают? Я солёные не ем. Ваня ест их, там дети клюют. А я хочу орехов, а не солью. Лайфак от меня, да? Блин, у меня уши заложены. Когда мои уши отложат? Я их капаю. Это завал какой-то. Может, я уже глухой буду, а? И голос ещё у меня такой не свой. Сёмик, маме надо посудомойку освобождать, допылесосить. А ты всё на ручке, да? Иди вон игрушки. Вон игрушек, может, они сменили, они. Игрушки, видишь? Ждут тебя. Паровозик соскучился. По-моему. Может, ему камеру дать? Он сам будет тут играть. Вот, ручку. Целуйте мне ручку. Целуйте. Где там ручка? Сёмка. Он заснёт, наверное. Скорее, сама что-то сегодня сонная. Всё-таки тепло обещает, но какая-то пасмурность такая. Не знаю. И я сонная. Есть я не ем ещё. Всё так воду пью. Не знаю. Есть не хочу. Ну, ничего, это к лучшему. Может, и нужно. Если нечего, скажи, мам, похудеть хочешь, вот и не ешь. Красота. Всё, я решила собрать манеж. Потому что очень опасно отвернуться. Думаю, нечего. Тем более, есть манеж, а то парень вот сидит. Видите? Сидит, тут отвернулся, тут он уже перегибается. Поэтому попробую манеж сейчас собрать, чтобы я не переживала. Конечно, у нас в квартире куча всего. Ну, что делать? Вот он, видите? Это он сейчас сидит. Телевизор тут смотрит, да? Парень. Играет. Он стал сидеть. Всё, мне будет легче в плане переживания. Не буду переживать, что. Потому что на кухне бегу, тут что-то вот так делаю. Вот. А время уйдёт. Слушайте, он такой огромный. Я думала, он меньше. Я ещё думала, в угол вот туда вот ставить буду, если что. Он вообще огромный. Но я хочу сказать, что он классный, если нам выезжать на участок. Сумочку эту я сейчас постираю. Ещё я его протёрла. Манеж, конечно, тут в квартире никак не постираешь даже. Потому что я у этой девочки взяла. Это её ребёнок здесь играл. Ну, недолго тоже. Вот. Как быть интересно. Но очень хорошо, если нам ехать, например, на участок, сюда игрушки, и он здесь играет. Ну, если он, конечно, полюбит его. Какая прелесть. У меня не было у Прохора и у Насти Манежа. У Насти какое-то там время надавали круглый, старый такой ещё. Вот. Но он был такой ужасный вообще. Это нормально. Я его тут вот салфетками протёрла. Думаю, здесь и там внизу. Вот. Сейчас я его сюда хочу. Положу ему всё-таки, наверное, подушки какие-нибудь. Сёмочка, тебе хоть нравится? У тебя новое место пребывания. По-моему, Сёмочка. Сёмочка развивает ноги. Сёмушка, тебе нравится? Ну, Сёма, ты мой Сёма. Красота. Он так ногами хорошо всё держит. Вообще. Чуть что, а если штаны седок, это вообще ноги у него в помощь. Он без подбуза у меня. Красота ты моя. Молодец ты переселила парня. Я постелила сюда одеяло, которое на диване. На пол я ему стелила. Застелила простыней. Думаю, всё-таки мягко. Может, дети не любят иногда манежить, потому что они твёрдые внизу. А ему здесь помягче. Он же привык у меня на диване. Правда, Сёмушка? Как тебе твоё место? Сейчас игрушки ещё все переселю. Будет супер. На подушку можешь лечь полежать. Тебе нравится, зайчик? Да? Ты счастлив? Сидит. Видите, как спинка у него хорошо. Ровненько он спинку держит, не заваливается. Молодец. Сейчас игрушки притащу. Хорошо? Смотри, всё твоё пришло. На. Корзинку я, наверное, уберу пока, да? Зачем она тебе? Супер. Я очень рада. Ну, диван сейчас сложу, потому что мне не нравится, что диван растерян. Так я и до окошка достану, и проветривать. Я люблю, когда диван всё-таки убран. Вот. Вот. Диван у нас убирается очень быстро. Там у Сёмика только одна подушка сейчас получается. Оп, ногой я. И всё. И диван сложен, только подушечки здесь не стоят. Вот. Здесь можно проветрить. И окно доберусь так помыть, пока Сёмик там гуляет. Соня вот что-то интересное. Я специально в этот угол поставила, причём, чтобы можно было проветривать хорошо. Может, даже дверь придётся за 31. Не знаю. Пока что так. Чтобы ему не дуло никогда. надо. Тебе нравится, зайчик? Классно. По-моему, ему нравится. Я очень рада. Балдеек. Похоже, тебе понравилось. Тебе нравится, сын? И мама спокойно, да? Сын доволен, и мама спокойно. Супер, я очень рада. Как тебе нравится! Да? Красота моя. Надо детские песенки тебе ещё включить, да? Вот замочила в тазике игрушки, как и части игрушек, которые здесь на столике, потому что они падают, бывает, никуда не сполоснёт, поднимает, а потом всё-таки собаки ходят, и мы ногами, я это... Собаки собаками, а всё мыть надо чаще. Хоть собак любим, держим, нужно мыть. Совсем нечестно как-то. Ужас, всё хуже и хуже погода сегодня. Всё, и ты писишь ещё на меня, ай-яй-яй, придётся переодеваться. Видите, какая погодка? Моя машина стоит сверху. Завал! Крухору резиновые сапоги надо было бы, да? И у нас тут болото развелось у кого-то. На себя написал, на меня написал. Нет, по погоду конечно совсем нехорошо. 21 градус обещали солнце. Посмотрите, дождь пошёл. Поделилась кстати я розой с мамой. Она, говорю, маме сказала, говорю, так забери, пока я не посадила. она в итоге поехала забирать, посадила мне розу. Ещё и мои грядки прорыхлило. Я ещё звоню, говорю, что-то так долго, может там уже копаете, что. Так оно и получилось. Вроде место так по телефону согласовали, но я сама ещё толком не знаю, может и пересадить придётся. Что-то хожу, непонятно, мне чем-то воняет. Творог положила, думала рыбу положила, а размораж не рыба, картошку достала, принесла тоже. Чем-то воняет, и окно я закрыла, да? Не понимаю, не творог. Чем-то по вытяжке что-ли. А, наверное дождь шёл. Какой-то вот запах такой странный запах. Чем тебе тоже пахнет чем-то непонятным? Ну, не сырость, а как будто ну, дождь прошёл. Может, это мы давно запаха после дождя не слышали, не помню. Какой-то запах. Чем тебе пахнет? В спальне открою сейчас проветриваться. Здесь закрыл. Странно. Если бы я чай заварила, я, может быть, думала, там заварка какая-то так пахнет. Картошка, так не картошка. Короче, непонятно, как земля какая-то. Наверное, дождь пошёл, там запах вытяжки что-то, наверное. Блин, вообще. Чё делать? Проветривать только? Да? Всё? Да? Будем проветривать? Ты моя красота. Сидит без штанов тут у меня. Все штаны я писал. Два подгузника так и лежат. А? Мы когда с тобой выверемся? Или кто у нас поедет за подгузниками? У нас такой дождь лил. Сейчас вроде бы просвет какой-то появился. Не, не переживай, если что, я вечером загоняю за подгузниками. Когда Ваня приедет. Папа с мамой попросили помочь папе и мужу моей сестры лиса там поднять, поставить. После работы поедет помогать. Вот. Ну, они там дом строят. И у них сейчас лиса стоят, он пенопластом пошивает, утеплителем. Пенопласт клеит, да. Дом клеит пенопластом. Дядя Миша. Вот. Папа поедет помогать. Так что, когда мы папу увидим? Ну, куда-то увидим, съездим. Боже, магазин работает. Пока штаны сейчас высохнут хоть какие-нибудь, опять оденем. Еще у нас есть ногти надо на ногах подрезать. Я сижу массаж ему ножком делаю, пока он тут без штанов, да, ему нравится. Пяточки щекочу, такие восьмерочки кручу. Щекотно, он щекотки боится, все эти. Ты щекотки боишься, красавица мой. Сема, Семешкин, Крошкин, Семешкин. Кстати, у нас Прохора Проша, Проша, и дети некоторые путают, говорят, Кроша, 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 как в мультике с Мишариках, Кроша у нас у некоторых детей. А еще я хочу сказать, Настя скоро придет, вот, Настя скоро, Семка, Настя, 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 где наша Настя, придет Настя, но она поедет на курсы. Тяжело, Настя, тяжело. А, хотела рассказать про Настю. Настя же у нас занималась больными танцами 11 лет. Вот, после этого она занималась два года чуть-чуть меньше, с перерывами тайландским боксом. Вот, вот так интересно, ну, разнопланово. Но, конечно, танцы, это все, это для нее, это ее жизнь. Очень активно в спорте была она, вот, ушла с большим разочарованием. Вот, ну, и что поделаешь, сейчас у меня висят, никто не спрашивает, что у меня заплатят, такие висят в коридоре. Это же танцевальное у меня платье висят, Настя. Вот, мы представлю вам Настю, как она танцевала или ее фотографии в видео. Вот, потому что реально это очень хорошее воспоминание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok